Доброго времени суток! Сегодня мы разберем такую вот интересную особенность онлайн-тестпад, как передача теста. Итак, мы открыли тест, дашборд вы видите теста. Допустим, и я хочу передать его другому пользователю. Для этого мне необходимо будет знать обязательно электронный адрес того человека, который также зарегистрировался в онлайн-тестпад под этим электронным адресом. И, соответственно, я могу передать права на пользование моего теста. Внизу, там, где на страничке дашборд, открываем самую нижнюю панельку. Здесь у нас есть такой пункт, как передача теста. Нажимаем на передачу теста. Мы можем передать наш тест другому пользователю. Для этого нам нужно знать имейл этого пользователя. Еще раз обращаю внимание на то, что пользователь обязательно должен быть зарегистрирован в системе онлайн-тестпад. В графу вводим имейл пользователя. Ставим галочку «Передать копию теста». И после того, как мы запечатали какой-то имейл адрес, какой-то имейл адрес мы указали, мы, соответственно, можем передать копию этого текста. У нас откроется такая возможность. Я написала имейл неверный, поэтому мне ничего не отправилось. Но если вы введете сюда правильный электронный адрес, то тогда пользователь успешно сможет получить этот вот документ. Либо вы можете настроить совместный доступ к тесту с другими пользователями, разграничив права доступа. То же самое. Понадобится ввести электронную почту пользователя и нажать на клавишу «Enter». Для чего необходима такая функция, как передача теста? Если вы, допустим, создали какой-то тест, поделились ими в сети, то все ответы других учащихся будут автоматически приходить к вам. То есть вы сможете в разделе «Дашборд» вверху, там, где количество, общее количество прохождений тестов, вы сможете увидеть не только своих учащихся, но и учащихся других учителей. В свою очередь, другие учителя, которые раздали ваш тест, они не смогут проверить, не смогут увидеть результаты выполнения этого теста. Особенно, если это какая-то ручная проверка. Учащиеся просто не смогут получить достоверную информацию о том или ином, допустим, своем ответе. Это, конечно же, очень даже и неудобно. Соответственно, они не смогут сфотографировать верную диаграмму ответа своего и отправить учителю, своему учителю. Поэтому лучше таким вот образом передавать тест. Те тесты, которые вам передали в свою очередь, вы сможете увидеть в верхней панельке рядом с вашим профилем. Там есть такой вот звоночек. Нажав на звоночек, вы увидите, что вам был передан тест. И, нажав на этот тест, вы сможете его сохранить себе, сделать копии и так далее. Тесты здесь у нас большое количество. Любому тесту можно создать копию. Как вы видите, тест можно изменить. Можно его копировать, удалить. Ну, давайте скопируем пробный тест. Выполняем копирование. Вот у нас скопированный тест, пробные копии. Мы потом в настройках названия нашего пробного на начальной странице пробной копии мы можем заменить на другое. Когда необходимо копирование. Например, если вы хотите, у вас общая инструкция к тесту, у вас общее описание этого теста, это у вас какая-то суммативная работа. Вы хотите просто создать для учащихся второй, третий, четвертый и так далее варианты, то вы можете первоначальный тест, один вариант теста, все это запечатать, а далее уже копировать и менять какие-то данные уже в самом тесте. Допустим, заменить выражение какое-то, заменить картинку, заменить какие-то еще, какой-то тип вопроса поменять и так далее. То есть, у вас получается быстро самые разнообразные варианты выполнения этого задания. Тоже очень удобная такая вот функция, как копирование. Ну и добавилась, буквально этим летом добавилась такая возможность, как создание папки. Как вы видите, здесь вот есть главная корневая папка. И вы можете то же самое, нажав на плюсик, создать новую папку. Ну, допустим, создать папку «Информатика». Затем ваши тесты, которые вы создали, уже помещать непосредственно в эту папочку. Таким образом, у вас будет все упорядочено и вы легко сможете находить какую-то информацию, какой-то тест, копировать его для других учащихся, либо вносить какие-то изменения.